День сотрудника органов внутренних дел 10 ноября отметили кумертаутские полицейские. В Доме культуры «Рассвет» собрались действующие сотрудники, ветераны, а также члены их семей. Для торжественного открытия мероприятия в зал внесли государственный флаг Российской Федерации. Собравшись, поздравил глава администрации городского округа Борис Беляев. Во все времена человеку в форме, начиная от рядовых сотрудников полиции до высшего офицерского состава, были повышенные требования. Полицейские нашего города свой долг выполняют с честью, отметил он. Ваша служба является основой стабильности и безопасности, гарантом законности и правопорядка. Мы с уверенностью можем сказать, что сотрудники органов внутренних дел по городу Кумертау честно и добросовестно выполняют свои служебные обязанности по защите прав граждан, сохраняя безопасность и спокойствие наших горожан. И в этот праздничный день я желаю руководству МВД, всему личному составу и вашим родным и близким крепкого здоровья, семейного счастья, благополучия, добра, мира и успехов в вашем нелёгком труде. После поздравления Борис Владимирович вручил почётные грамоты и благодарственные письма сотрудникам за добросовестное исполнение обязанностей и вклад в обеспечение общественного порядка. В день профессионального праздника коллегам с тёплыми пожеланиями обратился начальник отдела МВД по городу Кумертау Марсель Абзалилов. Охрана правопорядка всегда связана с большим риском для жизни. И в этот день сослуживцы вспоминали героев-земляков, погибших при исполнении служебного долга. Они являются примером мужества и отваги. Особые слова благодарности звучали в адрес ветеранов МВД. Они передают богатый опыт и лучшие традиции службы. День профессионального праздника – это хороший повод снова встретиться с коллегами, говорят они. За годы службы пройдено многое. О сложных операциях по задержанию особо опасных преступников, о боевых заслугах во время службы в Северокавказском регионе и многих других этапах работы сейчас им напоминают многочисленные правительственные и ведомственные награды. Отдано наш 32 года в службе отдела внутренних дел, ваше министерство внутренних дел. Конечно, сегодня встречаю первый год своего отдыха с таким приподнимым настроением. Как-то отдыхаю, потому что, знаешь, я в виде своих ветеранов, которые еще вот сейчас пришли, пообщаемся, вспомним те годы, которые вместе служили, и вот молодым ребятам хотим тоже дать напутствие в будущем. Хотя, как сейчас говорят, трудно, трудности везде есть, надо просто иметь выдержку. В общей сложности служил я 37 лет, 3 месяца и 13 дней. Вот таким образом. И нисколько не жалею, что я выбрал такую профессию. И, надо сказать, по моим стопам, значит, пошли. Мой родной брат, Фанис Рахимович, подполковник, сейчас на пенсии. В данное время служит мой сын в Министерстве внутренних дел Республики Вашистан, в управлении, я всем порядка, тоже подполковник полиции. Согласно приказу ведомства о поощрении, десятки сотрудников отдела МВД по городу Кумертау получили почетные грамоты и благодарности за достойную службу. Особо отличившимся были присвоены очередные специальные звания, вручены ценные подарки. В течение всей торжественной церемонии своей службы несли будущие защитники Родины. В полицейском классе 6-й школы растет смена нынешним правоохранителям. Я с первого класса занималась военной подготовкой, мне очень нравилось это и думаю, и полагаю в дальнейшем этим заниматься. Пожелаю я всем им здоровья, чтобы не болели. Со своим одноклассникам я хочу пожелать, чтобы они так же хорошо сдали экзамены, 9-й класс. Ну, всего, чего можно пожелать, всего хорошего. Ну, сотрудников органы, чтобы поменьше было преступлений и закон был справедливее. В этот день по традиции сотрудников полиции поздравляют артисты города. Детские коллективы и сольные исполнители свои выступления посвятили виновникам торжества. Много талантов и среди самих полицейских. Они тоже стали участниками концертной программы и показали, что умеют не только выполнять свои профессиональные обязанности, но и прекрасно поют, играют на музыкальных инструментах. Были и композиции, посвященные тем, кто ушел из жизни. Память тех, кто погиб при исполнении служебного долга, почтили минутой молчания. Концертные номера для тех, кто посвятил свою жизнь служению Отечеству, наполнен патриотическим смыслом. Заключительная песня «Господа офицеры» буквально стала гимном. Зал слушал стоя. Поскольку наряду с военнослужащими сотрудники внутренних дел тоже встают на защиту Родины, когда это нужно. Офицеры, россияне, пусть свобода вас сияет, заставляя в унисон звучать сердца.